Глава тридцать первая. Убить дракона. Вы не люди, вы бараны, стадо скотов. Ну поймите же, он здесь и я заставлю каждого это понять. И убить, убить дракона в себе. В себе. Вы это понимаете? Убить дракона. Кинофильм, притча режиссера Марка Захарова. Блестяще. Вот это да, только и смогла произнести я. Забытая чашка с чаем успела остыть, пока длилась речь Геннадия Балашова. Мало кто способен на такую откровенность. Все вокруг знают, что пробиться наверх невозможно, не будучи замешанным хотя бы в одной сомнительной истории. Но каждый раз, когда слышишь о чужом пути через тернии к звездам, становится как-то не по себе. Шеф подвел итог своему долгому рассказу. Я открыто признаю, что шел на сознательный обман электората, потому что люди не готовы услышать что-то новое, что-то другое. Это элементарные законы психологии толпы. И подобной схеме получения голосов пользуются абсолютно все, без исключения политики мира. Как говорил один гуру политтехнологий, у народа напрочь отсутствует причинно-следственная связь. Горожанам нужны были лифты, вывоз мусора и халявная чужая Нобелевская премия. Выступив я с программы развития района или города, предостав план лучших реформ, избиратели ответили бы мне игнором. Как и сотни лет назад, общество реагирует только на банальные обещания, которыми государственные мужи и кормят народы из года в год. Из столетия в столетие, повторяя и переиначивая на новый лад старые, как мир лозунги. Основатель социальной психологии, Густав Либон еще в 1895 году в своем знаменитом труде «Психология народов и масс» писал, «Могущество слов находится в тесной связи с вызываемыми ими образами и совершенно не зависит от их реального смысла». Очень часто слова, имеющие самый неопределенный смысл, оказывают самое большое влияние на толпу. И дальше, могущество слов так велико, что стоит только придумать изысканные названия для каких-нибудь самых отвратительных вещей, чтобы толпа тотчас же принялась их прославлять. Этими технологиями общими для лидеров всех времен и народов пользовались и библейский Моисей, и Наполеон, и Ленин. Дело не в способе обрести власть, а в цели. Ведь политтехнологи, вводящие в заблуждение массы всего лишь средства для стяжения власти. Кто-то сочиняет сказки о земле обетованной, где текут молоко и мед, чтобы вывести свой народ из рабства, а кто-то распинается про порядок в стране, уже представляя, как будут пилить бюджет и переводить деньги в офшоры. Я действительно хочу, чтобы Украина стала налоговым раем, самым выгодным в мире местом для ведения бизнеса с богатым населением. Потрясающее красноречие, Геннадий Викторович. Я почти поверила в вашу правоту. Только несерьезно все это, товарищ Бендер, финансовая пирамида, мировой экономический клан Дайк, слишком много пафоса и скомпрометированных названий для политической силы с прочным будущим. Шеф, расхаживающий по кабинету, круто развернулся. Наоборот, чем больше пафоса, тем лучше. Люди любят эмоции, скучные цифры, факты. Никого не интересуют. А по поводу чертей, поверь моему опыту. Это то, что нужно Украине. Финансовая аль-Каида. Вы хотите сказать, самая крупная в истории человечества финансовая афера – это то, в чем нуждается наша страна? Да это опрокинет государство. Только не пирамида, а сеть. Посмотри на вещи по-другому. Я просто использую бренд чертей в своих интересах. А цель у меня – убить дракона власти, расколдовать население Украины. Уверенность Балашова всегда выходила за пределы нормы. Ну вот, опять какие-то образы. Вы уходите от прямых ответов, Геннадий Викторович. Какой еще дракон? Если разложить политику Украины с точки зрения архетипов, первоначальных психологических образов. Наиболее подходящий символ сегодняшней власти – это дракон. Огромная, неповоротливая, многоголовая, присмыкающаяся с небольшим мозгом. Хищней, огнедышащей пастью, липкими лапами с когтями, чешуйчатым черно-серым телом, толстым брюхом, массивным хвостом и крыльями. Цвет его тела в основном черно-серый, из-за угольной пыли. Черных серых костюмов – брионе. Различные части тела дракона представлены персонажами и организациями. Загребущие лапищи олигархические кланы. Многочисленные чиновники – чешуя драконовласти. Скользкие, прочные чиновники сплетены между собой связями и прилеплены к отдельным частям тела дракона. Кто к лапе, кто к голове, а кто и к заду. Завязанные в единый хвост МВД, прокуратура и суд служат дракону для нанесения мощных ударов по непокорным. И, наконец, жирное белое брюхо дракона. Это офшоры, банковские счета и бюджет. Мифический дракон власти обитает на горе, в огромном неприступном замке, окруженный своими верными слугами и нукерами. У великого дракона также есть обращенные рабы. Те, кто когда-то отказывался ему служить, а потом стал рабски выполнять любую волю и замысел управляющих драконов. Они являются головами огромного чудовища. И мы видим их ежедневно по телевизору, читаем их заявления в новостях, смотрим на фото их дорогих авто в элитных аксессуарах где-нибудь в таблоиде. Это мифологическое агрессивное животное, символ авторитарного, жесткого управления, к которому бессмысленно взывать, потому что он заботится только о себе. Дракон всегда поступает по-своему. Они согласны, в лучшем случае, сметаются с пути. В худшем сжигаются пламенем из змеиной пасти. В центре болота на краю благополучной Европы восседает на троне дракон со множеством ненавидящих уже друг друга голов. Геннадий Балашов на короткий промежуток времени превращается из авантюрного предпринимателя в мудрого сказочника-психолога. Здорово описываете. Но может ли эта аллегория пригодится в реальной жизни? Этим примером я пытаюсь объяснить гражданам Украины, что дракона не стоит бояться. Его следует изучить. В силу своих размеров чудовище не видит маленьких проблем обычных людей. Оно мыслит категориями отраслей больших городов. Он не клюет деньги по мелочи, а загладывает сразу десятки и сотни миллионов. Поэтому граждане Украины не должны считаться с его интересами. Мы можем заниматься своим бизнесом, зарабатывать на жизнь себе и своим семьям, обходя налоговую и стараясь не попадаться под лапы всепожирающего дракона. На нем даже можно ездить, удобно разместившись между чиновничьей чешуей, подкупая и используя ее в личных целях. Если наверху не честно, но законно косят огромные деньги, то почему всем остальным нельзя незаконно, но честно брать у государства свое, не ставя его при этом в известность? Мы находимся на пороге осознания того, что государства нет. Граждане не доверяют правительству, депутатам, судьям, избирательной системе. У нас отсутствует внешний авторитет. Нет больше верховного большинства, чью святость верил бы весь народ. А раз Бога нет, то все можно. Кто же вы в этой сказке, Геннадий Викторович? Ланселот. Надеюсь, что стану рыцарем, который одолеет государственного бюрократического монстра. Не могу скрыть улыбки, мне следовало об этом догадаться. Ты думаешь, эту роль я оставил для себя из-за амбиций? Да, честно говоря, смахивает на комплекс Наполеона. Подумай и назови мне хотя бы одного украинского политика, который мог бы занять это место. Таких персонажей на сегодняшний день нет. Так называемые оппозиционеры не предлагают ничего нового, выдвигая одинаковые предвыборные программы. А те, кто приходят во властные структуры, ничего существенно не меняют. При этом и первые, и вторые наши политические деятели заняты склочной борьбой за личную выгоду, прикрываясь конъюнктурными лозунгами. В итоге мы остаемся страной третьего мира, первой по коррупции и сложности ведения бизнеса. Идея же нового харизматического лидера Украины, который придет свергать власть, будет общенациональной и отразит настоящее чаяние народа, а именно обеспечить свои семьи. Вдумайся, никто не говорит с народом о деньгах, а ведь это последний дефицит, оставшийся в современном глобальном мире. Деньги единственное, что объединяет восточную, западную, северную, южную и центральную Украину. Это ее национальная идея, просто они ее еще не осознали. Все драконы когда-нибудь умирают, всегда находится тот самый ланселот, вокруг которого объединяется народное восстание. Бунт лузеров, тех, кому уже нечего терять. Дракон по своей психологической сути очень близок к злу отпущения. Это зверь, которого как бы хорошо не кормили и какие бы деяния для него не совершали, рано или поздно в конце ритуально принесут в жертву. И не заговор, и не внешняя угроза, и не сильная оппозиция уничтожит власть дракона. Это сделает рыцарь, личность, категорически не согласная играть по установленным властью правилам. Отличительной чертой ланселота является, во-первых, абсолютное непринятие системы ценностей дракона. Он как бы из другого мира. И во-вторых, абсолютная непримиримость, потому что он не признает никаких компромиссов. Погибнет либо дракон, либо рыцарь. Помнится, вы сами говорили, что для победы на президентских выборах в Украине требуется только одно условие – наличие миллионов долларов. У кого окажется больше, тот и победил. В нашей стране, да и в любой другой, риторика не способна тягаться с кошельком. А вы сейчас рассказываете про какого-то рыцаря, несогласного с драконом. Так обычно и происходит. Но речь сейчас о перевороте, смене общественного строя. Постепенно украинский народ начнет понимать, что вся эта забота правительства о благополучии – всего лишь ширма для собственных финансовых интересов. Люди, осознают, что дракон власти заботится только о себе. И тогда появится рыцарь именно в тот момент, когда граждане уже будут достаточно знать, чтобы принять его идею и просто поверить его победу, каким бы слабым на тот момент он ни был. Это и есть главный материальный ресурс – его идея, которая обеспечит победу. Согласно знаменитой формуле Эйнштейна, Е равно МЦ квадрат. Если идея будет распространяться среди людей с достаточно высокой скоростью, энергия рыцаря, его могущественность тоже вырастут. Ланселоту не обязательно обладать большой массой, иметь большой капитал, чтобы стать победителем. Поддержка населения обеспечит победу. Ланселота в схватке, казавшейся неравной и обреченной на провал. Это правило действует тысячи лет. Все империи когда-нибудь рушатся, всех диктаторов рано или поздно свергают, все кланы со временем распадаются, все драконы погибают, когда появляется настоящий рыцарь. На сегодняшний день уровень жизни и условия ведения бизнеса в Украине настолько неблагоприятны, а власть настолько глуха потребностям своего народа, что моя идея об экономической свободе способна совершить чудо. Открываю толстую монографию уже упомянутого выше Лебона и читаю. Нельзя быть вождем народа, не воплощая его мечтаний. Моисей олицетворял собой в глазах евреев жажду освобождения, которая таилась годами в их душах рабов, истерзанных египетскими бичами. Будда сумел понять бесконечные бедствия своего времени и выразить в религии потребность любви и жалости, которые в эпохе всеобщего страдания начинали проявляться в мире. Магомед осуществил объединением религии политическое объединение народа, разделенного на тысячи враждебных племен. Артиллерист Наполеон воплотил идеал военной славы, блеска и революционной пропаганды, составлявших тогда основные черты народа, которые он в продолжении 15 лет водил через всю Европу, преследуя самые безумные приключения. В конце концов, идеи, а следовательно и те люди, которые их воплощают и распространяют, руководят миром.